Добрый день, уважаемые зрители Твича и Громании! С вами Евгений Пекло и его, кажется, уже десятый выпуск передачи Киногерои, где я сижу, играю в Героев Меча и Магии 3 и попутно делюсь своими какими-то мыслями о кино, новостями и прочими интересностями. Сегодня у нас по сложившейся в последние выпуски традиции будет, опять же, необычный выпуск. Необычность его будет заключаться в том, что сегодняшнюю карту мне прислал зритель Кирилл Илюхин. Кирилл, большое тебе респект, уважуха. Ты большой молодец. Эта карта не просто так карта, это карта по мотивам песни льда и пламени. В связи с тем, что у нас как раз на прошлой неделе закончился шестой сезон сериала Игр Престолов, мне показалось, что это вообще супер актуальная тема, что это вообще очень хорошо и здорово. Так что сегодня вот мы эту карту опробуем. Скажу сразу, карта такая, достаточно хардкорная сама по себе, поэтому я ее немножко поколупал, потому что если я ее бы стал проходить в первоначальном виде, она бы стримить за часа на четыре точно. Вот, к сожалению, себе такого я позволить не могу, поэтому старт, прямо скажем, я очень заметно облегчил. Сложность тоже большую брать не буду. Ну, в общем, и целом, эта карта вполне достойна того, чтобы поиграть ее в первоначальном виде. Я думаю, вы сможете разыскать ее в просторах сети, или поспрашивать меня, как это сделать, или Кирилл мне, в принципе, разрешит парочку своих карт выложить. Вот, пока что я просто покажу, что он сделал. Еще раз скажу, карта в оригинале была сильно сложнее, я ее очень заметно облегчил. Ну, такова, собственно, была моя воля. Сложность, ну, тут я не буду сгаляться, возьму нормальную сегодня, потому что там на старте совсем плохо с деньгами, совсем на свете. Прямо вот, нужно, нужно, чтобы побыстрее процесс пошел. Ну что ж, я надеюсь, уже все более-менее подтянулись. И грубо тише просит сделать хорошую. Давайте, окей, давайте приступим. Так, ну, для начала, что у нас в диспозиции? У нас героиня, которую зовут Лилиана. Лилиана Мармонт, единственная из своего рода, кто выжил в войне пяти королей. Тогда ей было всего 10 лет. Но жизнь на севере заставляет взрослеть быстрее. Целью Лилианы стала месть, и первым шагом к ее осуществлению станет убийство Морика Стаута, что вторгся в ее владение. Вот, видимо, эту замечательную месть мы будем сегодня осуществлять. На старте с войсками у нас, прямо скажем, ну очень не густо. С ресурсами, если б я не взял сложность нормальную, у меня было бы тоже все совсем плохо. Так что давайте-ка приступим. Сразу вот такое ключевое ограничение, ключевое вот изменение по сложности, наверное, то, что здесь я разрешил делать таверну. В оригинале у Кирилла никаких таверн не было, все это проходится одним героем. Но это уже настолько хардкорщина было аж в плане того, что приходилось постоянно бегать одним персонажем туда-сюда, что я решил, что не стоит. Просто не стоит вот так себя мучить и вас тоже. Хотя, безусловно, карта в оригинале, она кидает такой довольно неплохой челлендж. И очень интересно играть. Особенно, конечно, на высоких сложностях, когда ни денег ничего нету, но как-то драться надо. Ну что ж, давайте немножечко наши войска разделим. Значит, что тут еще по структуре? У нас колоссальная проблема в том, что мы не можем улучшать наш город в плане денег. И это сразу ставит массу проблем. Потому что все источники доходов придется искать вовне, в виде золотых шахт, каких-то, возможно, других замков. Ну и в конце нас, естественно, будет ожидать довольно неплохо укрепившийся герой. Я очень надеюсь, что я не буду тормозить, успею до него добраться, показать вам финал этого эпического противостояния. Вот, второго героя я пока оставлю в замке, дабы не бегать лишний раз, не отвлекаться. Этот замок древень. Говорят, что название этого замка стало жертвой неправильного перевода одной старой сказки про полуросликов. Замечательный текст от Кирилла. Замечательные богатые ресурсы, которые Кирилл нам на старт понакидал. Кентавра. Ну давайте, хорошо. В оригинале эта битва была бы заметно сложнее, потому что и Кентавров больше, и армии у меня было бы в три раза меньше. Ну, сегодня мы постараемся немножечко хотя бы поспешить. Так, хорошо, автобой. На старте я могу играть автобой. Это прелестно. Так, хорошо, Кентавра. Расплачиваемся Кентаврами за проход. Немалима движемся вперед. Так, группа грифонов. Мити тут немного, но у меня армия пот на полоку, пока не будем оттрогать. Так, второй день. Второй день. И мы можем позволить себе усадьбу. В усадьбе у нас живут ушастые лучники эльфа. Так, хорошо. Гремлины, толпень зомби, которыми нам по-любому придется драться. Драться значит драться. Тут уже автобой, мы не разруемся. Так, ну как-нибудь идите вперед. Закрывайтесь. Стреляйтесь. Так, наверное, даже я бы тут... Так, что-то поинтереснее бы соорудил из наших порядков. Так, 4-6. Нет, пока мы это... Не рискнем. 5 ходов. Надо на секунду прерваться. Продолжим наш эпический махач. Так, стоять на месте. Стоять бояться. Стоять бояться. Так, ты иди подставляйся. Смотрите, палатку-то нам как гнобят. Палатку надо спасать. Стой. И беги, и беги, и стучи. Стоять. Супалатку хоть более-менее спасли. Просчитался, пропустил удар. Был очень глупо с моей стороны. Ты на той стороне сидишь. Так, хорошо. Вроде не с самыми страшными потерями. Мы их всех перебили. Давайте возьмем базовую удачу. Какой же эльф, если у меня удачи нет? Так, о, есть гнумы. Есть золото. Есть перчатки всадника. Давайте пойдем сюда. Так, здесь мы можем построить. Денежек у нас хватает. Ну, давайте пусть это будут аркодендроидов. Даже без дендроморфных форм жизни. И тут мне предлагают поговорить о том, почему нам нравятся медийные продукты. Да, давайте. Хорошая тема. Я перед этим, наверное, взгляну немножко в чатик. Посмотрим, что там происходит. Так, хлоп. Переключусь на себя, почитаю немножко чатик. Все меня приветствуют. Здравствуйте, уважаемые зрители. Те, кто пишет прямо индивидуально. Здравствуйте, вам тоже индивидуально. Здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Очень рад с вами всеми общаться. Так, наконец-то все рады видеть игру престолов. Просит сделать микрофон погромче. Вроде бы сделали уже. Так, подвисает у некоторых картинка. Вроде выручили. Что за игра такая страшная? Ну, я думаю, сейчас вам в чате ответят. Давайте вернемся к той теме, про которую я хотел немножко потрещать. Я просто наткнулся на такую очень интересную мысль, что кино, и если распространить это не просто на кино, то и на многие другие, например, на компьютерные игры, на книги, что в кино нам нравится, оно нам интересно смотреть, потому что мы переживаем за персонажа, а за персонажем мы... Вот интерес к персонажу у нас возникает с тем, что мы хотим на него походить. И это вроде бы такая банальная мысль, но для меня это стало таким некоторым откровением. Я подумал, ого, как-то это повод вообще задуматься. И действительно, я как-то начал анализировать и понял, что, в принципе, смотрю кино, читаю комиксы, книги, в игры-играю по каким-то... Ну, в общем-то, можно выделить, наверное, три такие основные причины. Это то, что я действительно хочу походить на тех персонажей, которые я там вижу. То, что я хочу находиться вот в том месте, где происходит это действие. Мне вот нравится просто вот попадать в какую-то вот эту вот иную волшебную среду. Ну и, наконец, бывает такая мотивация, когда интересно, а что же там будет дальше, а что же там за тайна скрыта. То есть вот разгадать загадку, хочется что-то узнать. Ну, например, классический такой вариант, пример, который я привожу. Все практички любят Half-Life 2. А я не люблю Half-Life 2. Ну, не то, что прям ненавижу, но вот меня не цепануло. Всем, большинству людей нравится Гордон Фримен, мне он не нравится, потому что я в Гордон Фримене не вижу персонажа, на которого я бы хотел бы подходить. Я просто вижу там некое такое пустое место. Ставьте персонажа сюда, который ничего особо решения не принимает, ничего не делает, молчит. И я не хочу походить на пустое место, поэтому мне не нравится Гордон Фримен. И, в принципе, мои впечатления от Half-Life 2, ну, вот такие. При этом есть еще одна игра от тех же самых, в общем-то, разработчиков, в которой тоже главный герой молчит. Это Портал. Но там у персонажа, у чел, проявляется некий характер. Она остроумная достаточно. У нее есть чувство собственного достоинства. И она это по ситуации периодически проявляет. Эти качества мне в ней нравятся, поэтому мне интересно с этим персонажем. Мне хочется быть вместе с ним, мне хочется походить на него. И это одна из причин, почему я очень люблю Портал 2. Просто безумное количество раз его проходил. Он очень мне нравится. Опять же, возвращаясь к недавно прошедшим комикс-фильмам, почему мне больше понравился Бэтмен против Супермена. Ну, потому что кто такие по своему поведению, по своим установкам Капитан Америка и его компания, и ребята, которые вот работали на Тони Старка. По большей части все они ведут себя как какие-то подростки. А я не хочу походить на подростки. Я это немножечко уже все-таки перерос. Меня как бы интересуют другие вещи. И поэтому фильм, при всех его там отдельных деталях, я могу сказать, что он классный, веселый, замечательный. Я не могу сказать, что вот мне он супер-пупер понравился, что я бы его стал пересматривать. Именно потому что персонажи не вызывают желания на них походить. А в Бэтмене, там при всех минусах данного фильма, при том, что там есть логические дыры размером с Рот Айленд, еще что-то, там есть действительно мужик Бэтмен, на котором вот, да, я хочу быть таким же, как он. Он вот делает такие мужицкие-мужицкие поступки. Он так брутально хмурит бровки, и у него квадратный подбородок. Ну, реально, вот, то, что делает Бэтмен в последнем фильме, где он сражается с Суперменом, это какие-то очень взрослые мужские поступки. И мне хочется походить на этого персонажа, поэтому фильм меня цепанул при всех своих каких-то минусах. Но это не единственный вариант. Например, вот, хотим ли мы, хочу ли я, например, походить на Алису Тима Бертона. Вот, Алиса в стране чудес. Фильм, который мне очень нравится. Нет, совершенно не моя проблематика, не моя тема. Но мне жутко нравится тот мир, в котором это все происходит. Мне нравится музыка, мне нравится второстепенный персонаж, типа Чеширского кота. Мне жутко нравится весь этот арт. Я поэтому с огромным удовольствием смотрю этот фильм и пересматриваю его. Именно потому, что мне хочется еще раз погрузиться вот в этот вот замечательный мир. Вот, с играми вспомнить можно, ну, например, Fable 3, который я периодически перепрохаживаю. Мне жутко нравится эта игра. Персонаж, вот, каким там будет персонаж, он, ну, сам по себе безликий. Это будет зависеть чисто от меня. Вот, какие решения я приму, таким персонажей будет. То есть, с точки зрения персонажа, мне здесь нечем отцеплять. Вот, там такой классный сказочный мир. Там такие вот... Он так прорисован здорово. Там приятная музыка. Там какие-то совершенно чудесные, волшебные вещи. Ну, такая настоящая сказка. И вот в эту сказку хочется погружаться. Точно так же, как хочется погружаться раз за разом в сказку, которую рассказывает Янгс Баунти, легенда рыцаря. И вот этим вот своим миром вот эти вот произведения очень цепляют. Ну, и из последнего, например, вот что привести, что заставляет играть из интереса, я недавно прошел Талос Принципал. Проходил ее с большим внутренним трудом. Мне многое не нравилось. Хотел ли я походить на главного героя? Да нет, он робот. И, ну, тоже, скажем так, очень сильно зависел от моих решений. Нравилось ли мне находиться в мире вот этой игры? Однозначно нет. Меня очень раздражало то, что она симулятивная. Меня очень раздражало то, что там, ну, сеттинги, которые выбраны, то есть древний Египет, древняя Греция. Мне вот это вот вообще душу никак не трогало. Вот мне хотелось оттуда свалить. Вот только вот средневековые замки, вот это уже было более-менее ничего. Там уже как-то цепляло. Но мне жутко было интересно, чем это все кончилось. Мне жутко было интересно, о чем хотели сказать не авторы времени этой игры. Поэтому я, стиснув зубы, там иногда ругаясь на загадки, которые не то, чтобы загадки, а на то, чтобы спинным мозгом получше как-нибудь сработать, в общем, я через эту игру проползал. И в конце я получил ответы на свои вопросы, мне было интересно. Но переговорить в эту игру я не буду, потому что я уже знаю все ответы. Поэтому детектив, который, если он строится только на интриге, и ты уже знаешь интригу, то его смотреть дальше совершенно никакого резона нет. Но самое прикольное, на самом деле, когда получается, что все вот три фактора, когда есть персонаж, на которого ты реально прям хочешь походить, когда есть вот некая вселенная, с которой интересно взаимодействовать, которая цепляет вот сама по себе мир, в который ты хочешь вернуться, хочешь отдохнуть в нем от реальности, или каких-то вот новых впечатлений поднабраться. И какая-то интересная загадка, интрига, вот когда все эти три фактора сходятся сразу, то получается вообще суперфильм. Вот там первое, что в голову приходит из такого кино, это, например, «Терминатор 2». Вот такой был замечательный фильм, которому на днях исполнилось 25 лет, который, естественно, я думаю, что вы тоже его пересматриваете периодически. Я это делаю там где-нибудь раз в год, в полтора обязательно. Очень люблю этот фильм. Хотя не могу сказать, что это фильм из моего детства. В детстве он как раз в обход меня шел очень долгое время. Я только уже где-то совсем в старшей школе его начал так смотреть нормально. До этого он был для меня какой-то слишком страшный. В «Терминаторе» есть восхитительный Шварценеггер, восхитительный, в общем-то, пацан, который тоже настоящий такой Джон Коннор. Самый Джон Коннор из всех Джон Конноров, которые мы видели в кино. Он действительно, пусть и личинка Джона Коннора, но он вот уже знает, что такое хорошо, что такое плохо. И, в общем-то, даже может командовать, скажем так, своей матерью. И «Безумный Макс» тоже кино с восхитительным миром, с отличными героями и с держащими в напряжении. Это действительно интересно, чем это все закончится. Так что мне кажется, что массовая культура, она вот полезна. Хотя бы тогда, когда мы можем сказать, на кого мы хотим походить, глядя в массовую культуру, мы видим там героев, на которых мы хотим походить. И когда мы можем объяснить, почему мы на них хотим походить. Таким образом, мы смотрим на что-то такое внешнее и узнаем что-то о себе самих, о внутреннем. В связи с этим я, наверное, хочу сейчас такой вопрос в чат задать. Может быть, вы напишите, кто вот сейчас является вашим героем, кто вам больше всего нравится, на кого хотите походить, почему. Вот буквально там кратко одним предложением. Я с удовольствием почитаю, посмотрю сейчас. Ну, вы пока пишите, а я еще немножко побегаю. Так, возвращаемся. Если я кому-то надоел своим гундижом, прошу прощения. Ну, действительно, гномы в звездный путь присоединяются и тонко намекают, что самое время посмотреть трейлер Стартрека. А почему, собственно, и нет? Вышел, ну, третий трейлер, такой хороший, бодренький, спортивненький. Смотрим? Мой отец решил вступить в звездный флот, потому что верил в него. Я вступил на спор. Ты просто хотел быть похожим на отца. Все это время ты пытаешься стать им. Ну, вот обратите внимание, сразу уже прослеживается тот момент, о котором я говорил на одном из более ранних стримов, что вот в Голливуде, в сиквелах очень любят развивать тему отцов и детей. Вот, может быть, это как-то пошло с звездных войн, может, еще откуда-то. Ну, вот сейчас вроде бы в первом фильме отец умер, а к теме отца вот в третьем Стартреке снова возвращаются. А теперь задумайся, кто ты на самом деле. Однажды на нас напали. Таких свирепых тварей я еще не видел. Знаю, я не последний выживший член экипажа. Но это мой последний отчет в качестве капитана корабля Энтерпрайз. Обратите внимание, я несколько раз посмотрел этот трейлер, но вот так и не сумел заметить в нем персонажа Чехова. Видимо, его из траурных соображений, из фильма немножечко пока вот из трейлеров промо-материалов решили подобрать. Субтитры создавал DimaTorzok Зададим им жару. Держитесь крепко! Ну вот честно, музыка, пение Рианны столь хороши, что я прям не знаю. Вот во второй плане трейлера какие-то слова, которые там вставляют персонажи, они мне кажется просто уже лишними. Вот сделали бы просто нарезку Мочилова под эту замечательную музыку и было бы еще круче. Потому и я как-то не спешил вставлять свои слова. Пять копеек. Отличная музыка. Стартрек под такой саундтрек выглядит просто классно. Ну что ж, а мы возвращаемся к нашим побегушкам. Только что наша Лилианна сумела где-то найти себе 20 дворфов. Такая она у нас молодец. Налаживает контакт с людьми. Так. Хотя с какими людьми дворфы же у нас не совсем люди. В общем, не суется. Вроде кое-какая армия у нее теперь есть. Так, нам нужен зачарованный ручей. У нас как раз кристаллики заканчиваются, а с кристалликами тут прям беда. До ближайшей шахты еще играть, играть, играть. Так, скелеты. Отбираетесь поближе, что ли, скелеты. Так. Так. Давайте все это дело потихонечку закрывать. Среди колучшие скелеты бегают быстрее моих кентавров. Вообще, дожили просто. Хлоп. Все, закрылись. Пусть гномы отдуваются, их не жалко. Смотрите, ну опять, стоит вот купить палатку, тут же на нее кто-то вылезет. Просто спать не могут эти все противники, пока не порубят в капусту мою палатку. Хлебом не корми, товарищи. Дай моей палатке первой помощи поразрушать. Здесь что-то интересненькое пишут. Давайте прочитаем. Кладбище Медвежьего острова имени Лаврентия Павловича Мормонта. Навещая почивших, не забывайте убирать за собой мусор. Мертвым он не нравится. Интересное замечание. Так, здесь у меня же нету книжки, я же с дуру не купил книжку. Здесь щит дает выучить. Не знаю, насколько он мне пригодится там, в принципе-то. Ладно, пушку единорогов строим. Так, эльфы, которые хотят воевать со мной. По-моему, это замечательно и чудесно. Шестой день, шестой день. Я бы, наверное, сейчас вернулся и все-таки немножко бы поднабрался армии. На кого хотят быть похожими наши зрители? Ищем ответ в чате. Так, действительно, вопрос-то я закинул, самое время уже собирать ответы. кто-то любит Half-Life за Алекс. Кто у нас еще что любит? спрашивает, как это чел проявляет эмоции? вот так, то, как она реагирует и иногда и не реагирует на выпады со стороны Гладос, вот это как раз очень такой хороший показатель. там, собственно, этот персонаж начинается во многом с того момента, как нас находит Уитли и просит что-нибудь сказать. Даже уже в этой сцене видно, как мы выкручиваемся из этой ситуации. Уже достаточно много можно про персонажа сказать. Mass Effect шикарно по атмосфере персонажей. Безусловно, шикарно. И особенно, если не брать финал третьей части, который немножко печалит и обесценивает то, что мы делали. Но мир классный, безусловно. Я Шепард, это мой любимый магазин. Ведьмак мне на отличное, особенно книжки. Взрослые, классные, интересные, очень хороший герой. И тут пишут, что его герой Артемий Козлов. Ну, тогда, наверное, надо... А, ну, собственно, по нику сразу понятно, почему Артемий герой. Так что, все нормально. Вот, кто-то ориентируется на Дэдпула. интересно. Это, наверное, очень... Это, наверное, такой показательный герой. Если вы хотите быть похожим на Дэдпула, то, наверное, даже не знаю, что тут сказать. Должны быть, наверное, какие-то шутки про рак и такого рода вещи, но это как-то слишком в лоб, слишком неэтично. Как я отношусь к идее экранизации Ledges of Kain в виде фильма или сериала? Очень хорошо отношусь. Интересная вселенная, интересные персонажи. В принципе, у нас уже прилично, как не выходил хороший империатник. Я так с конца 2000-0-х не припоминаю, чтобы что-то прям сильное на эту тему выходило. О 2009-ом, по-моему, что ли, или 2008-ом вышел глоток, и как-то с тех пор все. Больше ничего не припомнено. Ну, конечно же, есть спойлеры в трейлере. О, тут есть нелюбители Рианны. Это интересно. Ну, впрочем, как бы, музыка вещь такая. Вот еще пишет один человек, что ему нравится очень Геральт из Ривии. Да, Геральт очень хороший персонаж, который задается с серьезными интересными вопросами. Гномы лучше людей. Просто сейчас, мне кажется, на меня набросится фаната гномов, к которым я, впрочем, тоже отношусь. Кто-то пишет, что ему нравится экран города в третьих героях. Это действительно такой способ релаксировать. Некоторые даже себе печатают, прям ставят на рабочие столы, делают диорамы, такие объемные, чтобы наслаждаться. В последующих героях вот эту атмосферу немножко потеряли. Так, ну что ж, все, поговорили, почитали чатик. Давайте бежать дальше, честно, а то я не успею показать карту до конца и будет грустненько. Так, все, ставим замок, пять тысяч, ой, денежек у нас клинически не хватает, сейчас кого мы тут накупим. Собственно, кого нам тут надо накупать? Нам надо улучшать эльфов. Ну да, улучшили. Прям вот улучшили, улучшили. 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 Наверное, попилим пополам. Сейчас нам нужны деньги, потому что вот мы простроили город и деньги у нас на этом закончились. Есть у меня информация, что там впереди есть золотая шахта. улучшили. Ну и давайте что ли побьемся уже с этими грифонами. Потеряли одного кентавра. Это пережить можно. К сожалению, драгоценные камушки нам выдали. Нам бы вот кристаллики очень не помешали, потому что кристаллической шахты нету, город требовательный. А чтобы построить хранилище ресурсов, уже придется тут изрядных тумаков понадавать. Так, гномы испуганные. Ну давайте догоним в конце концов. Тоже экспа на ножках. Как же без экспы на ножках-то? Так, ой, здесь какое-то заклинание. Волну смерти нам бы дали здесь изучить. Безусловно, полезное для нас заклинание. Что ж, а здесь фанатики. Да, я согласен. Я просто согласен. Давайте. Давайте мы заберем золото. Как можно больше золота. Так, ну в самом городе я бы уже наверное рынок строил. Как же потому что без него хранилища ресурсов нам никак не получить. Так, о, и теперь у нас есть немножечко текста. Мэрик сталт медлил, предпочитая создать надежный плацдарм для своего вторжения. Он не был глупцом, что бросается в пламя, едва завидев в нем блеск. На девятый день близ древня были замечены его разведчики. Люди Мэрика не пытались скрываться, они открыто, они в открытую наблюдали за замком, а потом уходили обратно в чащу с новостями для хозяина. Люди Лилианы нервничали, но их леди ничего не могла сделать. Она еще не потеряла остров, но сам остров как будто отталкивал ее от себя, признавая своего нового хозяина. Спустившись с коня, леди Мормонт взвала капитана своих лучников и отдала приказ, который слышал только он. Больше людей Мэрика стаута никто не пытался брать в плен. Едва завидев, стрелки открывали по ним огонь. Давайте мы пробежимся опять же назад в город, наберем денег, то есть наберем здесь себе 5, 5, 5, 5 нам нигде не взять ресурсов, ресурсов не хватает. Ну что ж, давайте на все эти деньги купим себе армию и купим себе книжку с заклинаниями, потому что вот это мне следовало сделать давным-давно, прям вместо палатки, если честно, следовало этим заняться, озаботиться. Так, у нас есть кентавры, кентавры, другие лошади, единороги, стоят целых 5 тысяч. Так, у нас есть, кстати говоря, дендроиды, нам бы хотя бы парочку купить. Хватит нам денег на 2 дендроидов? Хватит. Отлично. Они, наверное, нам немножко будут заменять краевых гномов, гномов, потому что они умеют классно хватать противников и привязывать их к месту. Так, ну и в принципе нам после этого пегаса, разве что, понадобится. До пегасов нам еще давайте порубаем кентавров, раз они к нам не хотели присоединяться, будем считать, что мы на них обиделись. Так, что ж, время немножко поплавать, потому что золото отчаянно нужно. Садимся на корабль и плывем вниз. Там были жизненно важные золотые шахты. Так, ну что ж, увеличим, давайте прирост дендроидов. Скоро уже новая неделя. Давайте посмотрим в чат в самом деле, что ж мы давненько не смотрели, что у нас происходит. Кто-то пишет, что Арик нежный гигант. О, кто-то вспомнил хэштег палатка живи. Респект директор ректору за отличную память. Что за петушок на карте? Ну как, тут есть петухи, свиньи и прочие на болотах лягушки встречаются. Поиграйте обязательно сами, если еще не играли в Рок Бездны. Тут много классных штук в карте добавили. Меня тут спрашивают, волкодав или ведьмак. Конечно, ведьмак. Волкодав, вот тут кто-то в чате упрекал ведьмака в идеализме, так это избыточным идеализмом страдал, на мой взгляд, как раз волкодав. И он вроде тоже такой продвинутый персонаж, мужик, мечом машет, но как-то вот и по книжкам, и уж особенно по фильму, я однозначно больше заинтересован в Ведьмаке. есть ссылка на игру, ну уж погуглите рок-бездны, найдете, не сомневаюсь. Так, ну что ж, бежим дальше, точнее плывем. так, покинутый корабль, а давайте попробуем его немножечко разделать. Водяные элементали живут здесь. Так, мы можем даже кого-нибудь замедлить, например, вот этих вот. два, три. Хм, надо же. уже не меня добежали-то. Просто безобразие. Интересно, как вот дендроиды своими корнями в водяных элементалей протыкают, что те остаются привязанными к месту. На этот раз лучников не потеряли. Так, базовая земля или продвинутая стрельба. Давайте базовую землю возьмем. Это очень полезный скилл. Так, зачарованный ручей, но тут все понятно. И я рискнул все-таки хранилище ресурсов поставить. Кристаллики очень нужны, без них мы драконов не выстроим. А без драконов что мы здесь будем делать? Как мы будем наводить порядок? Так, арка, коттедж лучше. Ну, давайте, кстати, да, наверное, потерпим немножко. Таинственный пруд не успели купить в прошлый день. Так, сейчас мы уже были с бонусом. Так, а здесь нам что-то пишут. Территория ланостров. Не прикасайтесь к нашим сортирам, то есть к нашим золотым шахтам. Ну, чтобы они там не говорили, прикасаться к их шахтам мы будем, и еще как. Как же мы без этих замечательных шахт? Так, давайте-ка ух ты ж гад. Пролез. Нет, тут надо что-то что-то надо придумывать. Что в текущем виде 1, 2, 2, а давайте-ка попробуем благословить наших кентавров. Пусть убьют. То есть, почему я называю их кентаврами? Они же единороги. Что за странное. Так, ну, вот, двух лучников как-то все-таки теряем. На двух лучников золотую шахту и лук я готов отдать. Это достойная плата кровью. за то, что мне необходимо. Так, ручей, пушка. Давайте гильдию вторую. тусуются корсары в больших количествах. Да, я ведь в курсе, что Терминатору 2 исполнилось 25 лет. Кстати, с этим есть такая небольшая, наверное, вроде как новость. Вот такой Терминатор, такой красивый, такой замечательный. Видимо, по случаю 25-летия выхода Терминатора, а не иначе, Джеймс Кэмерон в одном из интервью признался, что ему не шибко, скажем так, понравился седьмой эпизод Звездных Войн. Дескать, предыдущие шесть фильмов, которые ставил непосредственно Джордж Лукас, они были более изобретательные, более смелые, а тут Абрамс как бы пользуется персонажами, которых ему, ну, пользуется какими-то старыми персонажами, новых как-то особо не развивает, только представляет их. Да и в принципе проявляет какую-то избыточную осторожность. Тут, конечно, можно заподозрить его в некоторой необъективности, он сам говорит, что он все-таки близкий друг Лукаса, и поэтому ему сложно быть объективным в этом вопросе. Но еще, конечно, тут дело в том, что пробуждение силы по своим сборам вплотную приближается к кассовым рекордам фильмов Джеймса Кэмерона, и трон под ним может со следующим эпизодом уже немножко пошатнуться, хотя в 2018 году уже второй аватар выйдет, так что все фильмы, большие франшизы еще потягаются в прокате. А может быть, просто не стоит очень уж серьезно относиться к словам, к мнению Джеймса Кэмерона относительно других фильмов по той причине, что он рекомендовал и хвалил Пятого Терминатора за некоторое время до его выхода, а фильм получился, мягко говоря, плохенький. Вот такая вот небольшая новость. Так, а у нас тут между тем пираты. 2-3, 2-3. Гномы никуда не спешат, гномы выходят последними. Какой ужас. Целого кентавра прицельно убил. В общем, потери вроде уменьшили. Золото у нас теперь есть. А в сундуке зачем-то лежал кулон святости, как будто мы тут будем сражаться с белыми ходоками, которые бы нас могли проклянуть. Ну, да ладно. Даренным артефактом в зубы не смотрят. Как, впрочем, и даренным единорогам, которые я сегодня, видимо, всю игру буду безуспешно пытаться обозвать кентаврами. Кстати, у нас тут такой прирост небольшой наметился. Давайте-ка, что ли, выведем нашего героя второго. Сводим его за эльфами. Так, а нам самое время вернуться, наверное, из этого дальнего плавания. И начать уже с помощью армии зачищать карту, в которой нет изменений, потому что дальше я уже, в общем-то, ничего не трогал. Так, улучшить дендроидов. Вообще, дендроидов очень классно было бы улучшить. Ну, ладно, пока не будем ничего такого строить. я лучше сначала притащу войска, соберусь, а потом уже можно, думаю, будет думать про какие-то улучшения. Так, гномы нам, честно слово, пока особо не нужны, но можно их, конечно, построить, чтобы копились. Ну, так. Чтоб были сугубо. О! Новый текст. Черные крылья, черные вести. С севера острова прилетела птица с действительно страшным посланием. Небольшое поселение лесорубов превратилось в кладбище, а потом и в убежище оживших мертвецов. Существа, чья кожа белее снега, убили всех, кто жил там, а потом подняли и заставили служить своим черным целям. Лиана комкает пергамент и бросает его в огонь походного лагеря. Мертвецы это проблема, с которой стоит считаться, но сейчас она далеко не главная. Ее отчаянная попытка отбить деревню никак не поможет мертвым, а свержение Меррика даст шанс живым. Тонкий намек, что где-то здесь у нас существует город нежити, и что не стоит пытаться его отбивать. Ну раз автор карты советует, наверное, стоит его послушаться. Так. Эльфы, единоровки. Может, я пегасиков могу улучшить? Да, я могу улучшить пегасиков. Пегасиков я люблю улучшенных, честно скажу. Они гораздо лучше летают. гораздо полезнее для пищеварения. Так, ну получай дополнительных у нас хорошо так с лучниками стало. Нажористо, я бы сказал даже. Вот единственное, еще бы дендроидов у нас улучшить. Было бы совсем хорошо. Но с этим надо потерпеть, нужно больше золота. Давайте рискнем вампиров пока что победить. Вдруг у нас получится. Вдруг мы сможем оказаться сильнее, чем эти старые вампиры. Я бы, конечно, лучников не стал в это дело впутывать. улучшить. что лучников там могут больно наказать. А вот гномами вполне можно пожертвовать ради такой благородной цели. улучшить. 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 просто слетелись. Так, ну здесь я пока наверное буду скорее отступать. тут надо связывать. Много они там из нас кровушки не напьются. Так, 2-4. Наверное самое время благословить их. Не дотягиваемся. Стоим до конца. О! Наконец-то гномы смогли сделать что-то полезное. 6-7. Но тут даже благословлять наверное не надо. Так неплохо справляется. Так, ты стой. А вот здесь пригодилось бы нам благословение. мы его можем получить. Злобный вампир поломал мне дендроида. Ну, так скажем, немножко жалко шестерых пегасов. в остальном шар постоянства бесполезный артефакт совершенно. Очень-очень плохой артефакт дали. очень мало ресурсов. Очень мало денег. На самом деле по большому счету непонятно зачем мы сюда лезли. Я надеялся там дадут какой-то хороший артефакт. Это мура. Это мура. И стоило ли терять такие войска? Наверное, знаете, что не стоило. Это я загружусь. просто потому что безобразные потери совершенно ради чего старались непонятно. Я прям огорчен. Так, ладно, нам бы здесь подождать денечек, наверное, или уже все-таки бежать. Да, здесь есть колодец, выжидать нам особого смысла нет. Давайте бежать и убивать все живое. Так, шахта на камне у нас как раз камней нам до этого хватало. Так что все в порядке. Ну, вот уже армия, которая без проблем разбирается с пид-лордами. Ну, вот почему-то пегасы на копейщиках слишком сильно на рожон, что ли, лезут. Они же, в принципе, это кавалерия крылатая. А копейщики у нас против кавалерии по идее должны очень эффективно сражаться. Вот, видимо, и напарываются. Так, побежали, полетели. Вот здесь классное такое колечко, которое нам повышает удачу и боевой дух. И мы вот теперь с этим колечком тут, наверное, просто будем всем раздавать налево-направо. Можно щит выучить. Лидия горняков. Лидия горняков это, конечно, приятно. Ладно, пусть накапливаются. Так, выучили щит. так. Ну, как-то вот. решает, безусловно, решает высокий боевой дух, высокая удача. Сразу наша армия как-то стал гаран смертоноснее. вот арда гномов сидит. Ой, мы ее даже без потерь разложили. О, есть кристаллы, есть золото. Ребят, живем, просто живем. Силу магии мне бы где-нибудь прокачать, потому что заклинания совсем слабые и сваливаются сразу же. Ладно, у нас теперь есть дополнительные кристаллы, так что овощи справимся. Так, здесь крестоносцы охраняют руду. Руда в силу низкого уровня сложности, которую мы взяли, нам бы тут не особо пригодилось. На полянку единорогов нужны камни. Камни у нас нет. Давайте дендроидов улучшать, чтобы они шустрее бегали и красиво сверкали своими огромными красными глазами. Крестоносцы! Ну, что мы будем с ними делать? Нет, давайте мы их лучше убьем. того, что нам будут служить крестоносцы, нам как-то легче не станет. Так, можно построить сокровищницу на 10% имеющиеся золото, а стоит она 5000. Чтобы она окупилась, нам нужно где-то 1050 иметь. Не знаю, мне кажется, не стоит на нее сейчас тратиться. Лучше прирост кентавров повысит. То есть, не прирост лучше, просто улучшит кентавров. Так, здесь мы тоже какую-то магию можем разучить. Что ж пегас это вот? Вот автобой пегасов очень не любит. Просто чуть что, сразу мрут, как мухи. Так, ты пока стой спокойно. Тут зомбики идут. с зомбиками лучше не шутить. Так. Вряд ли меня прикончит. Конечно, не прикончили нашего единорога. Так, конечно, базовое лидерство. Пусть все мои юниты сражаю, бьются по два раза. Это же восхитительно. Так, защиту от воздуха дали. Так, всех ли мы здесь победили? Можем ли мы спешить дальше? Зайти нам в город не зайти. 17 тысяч, тень третий. Давайте зайдем. Чего мы в конце концов теряем? Капушку пока улучшить не можем единорогов. улучшайтесь. Так, единороги есть, лучники есть, вот эти ребята тоже есть. Даже на дендроидов хватило. Вообще супер. просто я в шоке. Мне хватило даже на дендроидов. Теперь они из себя какую-то боевую силу представляют. Не хватает немножко только на кентавров, но кентавров нам еще добавят. А давайте сейчас попробуем вынести вампиров. Может быть это уже будет не столь печально. по потерям лучников лучников бьют. Обижают лучников. Ух ты. Ух ты. И кентавров обижают. Так, стоять боятся. так, ты полетишь на пять. Значит, до лучника скорее всего не достанешь. Отлично, 12-3. Ну ладно, сойдет. Базовое нападение, конечно, возьмем. Так, отлично, у нас теперь есть денежки, чтобы с чистой совестью. Чтобы с чистой совестью докупить себе кентавров. Кентавры, бегите. Гномов я пока улучшать, трогать не буду. Они мне пригодятся на штурме финального замка. До этого я лучше буду два пака дендроидов с собой возить, честное слово. От них гораздо больше толк. Так, все, время бить орду скелетов. Так, в городе нам больше особо нечего расстраиваться. Скелетов порубили. Так, ну, деньги у нас уже есть. 4 тысячи мы получаем. Давайте, давайте наносить добро и причинять справедливость. Вот, например, возьмем этих гномов. Вот почему они не хотят сражаться под нашими знаменами? Почему бы им не присоединиться? Они по какой-то причине решили, что будет весело с нами повоевать. Ну, повыдергиваем мы волосье-то из бород за такой подход к ситуации. Вот у себя, наоборот, построим улучшенных, чтобы все было хорошо. Так, на следующий ход наверное попробовать построить таинственный прот. карта мне подсказывает, что я мог позабыть про чат. Че-то действительно забыл про чат, такое оживленное обсуждение идет. про пятую часть нет болота, это было давно, это мы уже видели. Оживленное обсуждение, нужен идеализм или не нужен. Тут кто-то ругается на Аватара, говорит убогий сюжет. Сюжет не самый блестящий, фактически пересказ Покахонтас, с этим спорить довольно сложно, но, во-первых, это старая проверенная история, она работает, во-вторых, Джеймс Кэмерон умеет рассказывать достаточно простые истории, настолько круто, что оторваться совершенно невозможно. Тот же самый Терминатор, не сказать, что было прямо супер-супер сложная история, но смотрится на одном дыхании, что первая часть и вторая. закат консолей Бэйзи грядет Steam Machines. Не знаю, что-то Steam Machines грядет, грядет, а как-то никак не наступает. Возможно, слухи слегка преувеличены. Какая самая лучшая часть героев? Ну, конечно же, третья. Какие еще могут быть варианты? Если я играю в третью часть героев, то, наверное, я считаю, что это лучшая часть. Было бы странно, если бы я играл, скажем, в четвертую часть героев, при этом считая, что лучшая третья. Я бы, наверное, заподозрил себя в биполярном расстройстве в этом случае. Объективность в России никогда не была приоритетом. Довольно странное мнение. Ну, ладно. Интересная версия про то, что гномы были пьяны, и поэтому полезли с нами в драку. Мне кажется, нормальной реакцией пьяных гномов было бы, не знаю, пригласить нас за стол, выпить вместе с собой. Это как бы такие нормальные были бы гномы. А тут увидели бабу на коне и сразу давай махать своими молотками. Это как-то не по делу. Так что я считаю, что я наказал их совершенно справедливо. А зачем стримить 4х3, если у меня здесь разрешение экрана в игре по-моему, все-таки не 4х3. Я же все-таки HD-модом пользуюсь. Тут соотношение сторон немножко другое получается, чтобы кровь в глаз не падала при просмотре. Налетчики, мальчики-налетчики, ух ты, черти. Ну все, тут пошли какие-то уже более серьезные войска. Теперь надо поменьше болтать и побольше думать. Ну давайте попробуем вас догнать. Нет, только опять же фигасов не надо мне лупить. Пожалуйста. Так. Ух ты. Лучники просто зверями стали. Орда, орда королей Минотавров. С ордой королей Минотавров я, наверное, попробую потягаться. Какие-то зачем же такие страшные потери. У меня же есть массовое замедление. да, прокачанные такие капитаны кентавров-то как лихо бегают. давайте всех всех наподождать. 4-6, но потери высоковаты пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пропустили. Так. Так, ждать. Ждать. андроидов то как они сейчас у работают не хочу потерять много андроидов единорожку жалко дендроидов жалко но тут много опыта и вот такая штука которая мне пока общем-то бесполезно потому что меня все кого я мог улучшить здесь они улучшены но в принципе в перспективе может из этого какой-нибудь прока будет так таинственный пруд мы хотели таинственный пруд мы получаем таинственный пруд давайте посмотрим что он нам принес 4 единицы ртути очень полезно скелеты хотят ко мне в армию что же они забыли мне кажется это какая-то подстава я им не доверяю так и у нас очередное интересное сообщение медвежий остров не самое гостеприимное место место вестероса с северу сюда постоянно прибывают одичалые что хотят преодолеть стену по воде с юга приплывают пираты железных островов с востока браконьеры дезертиры ночного дозора лилиана не удивилась когда увидел на берегу сожженный дом рыбака не удивилась она и хозяину дома что лежит рядом с тремя ранами от ножей в груди не удивилась она и детям уже не рыбака что лежали бездыханными поодаль потому когда она увидела группу дезертиров порывавшихся на берегу еще не смывших кровь со своих мечей перед ней возник один единственный вопрос убить их сейчас давайте попробуем убить такая неплохая группа дезертиров давайте подпустим их поближе нет мистер веточка хочу тебя представить под удар я могу их спокойно расстрелять и забодать зачем нам жертву дендроидами 5000 золото неплохо неплохо тучи троглодитов ладно фонтан удачи повышает гарнизону герой ну зачем нам гарнизону герой зачем нам сокровищница сокровищница нам тоже пока без надобности так опять опять много текста ну что ж давайте его опять озвучу месяц минул лилиана как будто ни на шаг не приблизил к своей цели ну на самом деле я еще как приблизил к своей цели вон смотрите четверть карты или треть даже уже вскрыта мерик возводил укрепление нанимал солдат среди всех деревень вокруг и леди мормон никак не могла им в этом помешать стуки топоров и крики людей разносились над островом и не давали спать по ночам собаки выли и скулили едва заслышав песнь пил даже передовые некогда солдат опускали оружие едва разговор доходил до битвы с болтоновским посланцем ли она могла поставить всех недовольных дубам до пройтись плетями по их спинам но не стала этого делать вместо этого она приказывала доставить из ближайшего замка три бочки со старым кислым и негодным вином последним винным запасом бедного дома несмотря на вкус вино взбадривает солдат всю ночь они рассказывают байки у костра и на утро уже не боятся идти умирать за свою госпожу боюсь правда если это было старое кислое вино они не боятся идти умирать по причине того что бегают каждые 10 минут под ближайшие кусты чтобы справиться с внезапно развившимся расстройством живот ну да ладно у нас здесь герои что мы будем тут жесткий реализм вмешивать супер я могу его убить как же я люблю прокачанных пегасов просто замечательные ребята так ну что ж давайте крушить чертей благо что они охраняют запас драгоценных камней жизненно не необходимый так хочу мне не хватает на драконий скалы давайте посмотрим 30 20 то есть надо кристалл копить опять же нету шахта у меня здесь поблизости поэтому кристалл купить очень медленно конечно мы хотим вступить в бой как же без боя то с чертями а ю ю ю ю ю ю так это просто безобразие тоже надо чтоб так подфартил то нет перегровка ребят я думал с вами можно иметь дело вы вон какие допрыгали надо же интересно откуда не то у нейтралов берется повышенный боевой дух что они вот такие вот подлости умеют делать что это просто безобразие так тролли стерегут ученого конечно хочу помахаться так ну спасибо хоть у тебя нет высокого боевого духа можем расстрелять на расстоянии на лидерство мне тут сама незачем не нужно не первую же помощь улучшать все и улучшенные единорожки так что вы стережете ребят видите с миром о сокровищница сокровищница если ее строить суш в последний день кентавров я здесь нанимать не хочу ну чтож кентавры приняли удар точность даже не знаю пока ждем ну вот теперь можно стукнуть 37 кентавров ну и ладно ну и шут с ними заберем здесь золотишко прочитаем объявление обзорная башня медвежьего острова петь let it go поднимаясь по скользким ступеньк петь let it go поднимаясь по скользким ступенькам запрещено я как раз недавно посмотрел холодное сердце мне понравилось ну ладно воздержусь в конце концов мои вокальные данные действительно оставляют желать сильно лучшего так я помню что в этом замке была какая-то довольно немеренная охрана но на всякий случай не уверен что туда захочу лезть в итоге давайте попробуем ну кстати все не так плохо так что мы можем сделать что мы можем сделать давайте их всех опять же замедлим так что здесь у нас опасность допустим вот эти ребята а не хватает чуть-чуть ну ладно тут в мине наступил что ж я такое делаю а что за человек такой не берегу своих кентавров вот ну совсем так 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 очень не сказал что мой противник тоже особо свои войска берег так ну вот теперь у нас есть еще один замок ой какой замок какой восхитительный замок просто ребят посмотрите все на него вот вот это чудесный восхитительный замок давайте начнем что не знаю со стены знаний в этой башне я чувствую да я буду много чего изучать так рынок есть это улучшает наш курс хранилище ресурсы драгоценный камень ну вот у нас фактически замок становится еще одной шахтой здесь кстати довольно неплохо с заклинашками ну в принципе такие ценные вложения так здесь у нас сидят гарпи пусть летят так это хорошо но пока нам не пригодится и наверное настала пора нашего второго героя пустить в плавание вот захотелось мне это сделать именно сейчас вот такой вот я загадочный так отлично здесь злобоглазы сидят ну типа ладно здесь серебряные пегасы что не присоединятся где они добрые пушистые белые то они точно белые хотя нет не белые серебряные так что быть серебряные пушистые пегасы к нам соизволят присоединиться так ну сейчас конечно десять раз плачу кентаврами за каждую битву так орда скорпикоры ну скоро кентавр у меня закончится я на их место наверно посажу еще один факт дендроидов чем больше контроля над ситуацией тем лучше я так считаю так за пять тысяч золота а гаряна все в нем наливай так скорпикорики нет такими потерями нельзя мириться всех так просим подождать так хорошо пробили кстати мы тебя убьем и отступим так раз смотри спит на хотя нет я раньше буду ходить конечно раньше так ну ладно 4 5 отойти подождать так вот будет сейчас забавная схватка один умеет приковывать к месту второй умеет приковывать к месту даже не знаю стоит ли с этим связываться у меня в конце скучник есть наверное нет очень цаевого конечно играю берегу войска нет нет о терял одного ну да ладно надо было еще более осторожно играть так у нас теперь есть щит хороший который нам сильно упрощает жизнь так о мы силу магии наконец-то можем поднять так башни слоновой кости там по-моему колдунишек дают хм а кстати это интересно почему бы нам не попробовать взять колдунишек они вроде неплохие ребята были так а если тебе еще здесь что проплыть как-то не очень ура драконь и скалы все теперь у нас копится драконы этот чудесный день есть нам смысл смотровой башни расширяется да ладно за 1000 монет посмотрим чего вокруг творится оп а творятся у нас здесь всяческие скалы и бесполезные шахты ну так тоже наверно можно так здесь можно бросить якорь и начать собирать ресурс а в главном городе у нас что творится есть немеренные армии ну ладно пусть будут так башни слоновой кости посмотрим стоит ли в нее лезть немножко архимагов будьте помедленнее уже пожилые люди вам некуда спешить так наверное вот этим я просто его блакану ну вот и без потерь три чародея у меня в руках не сказать чтобы супер полезные такое нововведение ну ладно обменяем их ну не шибко полезных кентавров так а здесь какой-то знак водку ну давайте его почитаем так ты можешь собрать кристаллики поковыряться в трупе полезные вторые герои таким полезными вещами занимаются просто как бы мы без них жили утром разведчики посланные вперед вернулись с лицами бледными словно снег в лесу они видели жутких белокожих людей перфорируют сапфировыми глазами и длинными ледяными мечами одного взгляда этих существ было достаточно чтобы разведчики убежали прочь и слава семерым чудища не стали их догонять ли она спокойно осматривает людей они не были похожи на тех кто страшится каждый тень и все они крепки как любой северянин значит хотя бы зерно истины в их словах есть и ими никак нельзя было пренебрегать ли она приказывает удвоить патрули это может замедлить передвижение измотать солдат но это лучше чем проснуться утром в луже собственной крови барды вестероса достигли предела в искусстве поэзии выдержка из последней баллады я тебя бум-бум-бум ты меня бум-бум-бум да пожалуй барды крутые так наверное стоит тут прогуляться нам в сторону нашего родного замка ох ну да тут было много противников так что пишут на этом замке укладывая врагов штабелями как в тетрисе ну конечно как мы могли пройти обойти вниманием такую замечательную новость что фильм про тетрис он у нас будет не просто одиночным фильмом из этого делают целую трилогию дескать у них там такая вот прям большая история что в один фильм никак не влезет дело нужно делать сразу три и дело вовсе не в том что сейчас вот модно делать фильм делать несколько фильмов разом резать на части что это больше денег собирает нет 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 просто это какая-то такая большая вкусная история в которой в основе которой лежит создание порядка из хаоса хотя в тетрисе на самом деле по-моему из хаос порядок уничтожается а хаос накапливается так что у создателей фильма не знаю они в разночтениях со мной относительно философии тетриса пребывают ну хотя бы обрадовали тем что в фильме не будет разговаривающих блоков видимо все зрители ожидали что именно так будет экранизироваться тетрис на уровне сосисочной вечерине мультфильма сосисочная вечеринка ну вот успокоили нас так что можем теперь смело ожидать великую философскую трилогию про тетрис ну что ж узнав актуальную новость наверное стоит продолжить разведку да разведывать уже особенно нечего так дендроиды солдаты здесь щит тоскующих мертвецов ну а зачем нам этот щит у нас уже более крутой есть я бы вернулся за подкреплением благо день пятый можно по дороге еще кого-нибудь унести ну тех же дендроидов солдат давайте унесем отлично эксперт в стрельбе мы теперь так пятый день следующий будет шестой после следующей седьмой как то вот так и живем в городе в городе надо улучшать драконь и скалы для этого нужна новая гильдия что то как то их очень дорого улучшать я бы пока просто гильдию построил чтобы больше заклинаний знать так идите разберитесь с джинами ну и не знаю сюда чтоб куда-нибудь выгружайся особого смысла в тебе больше нету так здесь тоже гильди можно построить библиотеку были б деньги о помните о чате ну действительно давайте вспомним о чате что мы давно в него не заглядывали а тут жизнь кипит циферки какие-то бегают я даже потерял если честно где мы тут в прошлый раз останавливались пишут что в доту не перестанут играть кому-то дота нравится кому-то не нравится если бы меня кто-то спросил если кому-то было интересно я вообще считаю такой самый классный и приемлемый мобой героев шторма но она как то вот не особо зашла по сравнению с двумя лидерами жанра ну а в целом я к мобам довольно прохладно отношусь не мой жанр не люблю очень мало чего-то вот ну тут наверное как раз та самая проблема что тут я ничего не узнаю здесь нет мира в котором бы мне нравилось находиться потому что надо все время тусоваться примерно в одних и тех же картах и нет особой интриги какой-то в происходящем в общем-то примерно шахматы рейджей 27 говорит что его припекло от евгения пекла это было бы была бы наверное неплохая рифма но к сожалению у меня ударение фамилии на первый слог поэтому надо как-то по-другому рифмовать так говорят что я убил дендроидов но боюсь кентавров конечно я боюсь кентавров они шустро бегают до андроидов можно утыкать стрелами и все они будут уже мертвые и безопасные а с кентаврами такая штука не пройдет так ну что посидим здесь денечек еще в ожидании нового дня так а ты наверное сходи принеси мне эльфов сейчас будет уже 28 штук так муравьед население выросло кентавров пока не наверное не стоит трогать пусть накапливаются а то я просто простеряю в боях все так как много дендроидов как много прекрасных дендроидов еще больше прекрасных лучников которыми можно уничтожать все живое кроме того что очень быстро летает в нашем направлении так еще одна орда пегасов здесь орда боевых гномов а почему бы нам не начать с них тащим эльфов чем больше эльфов тем лучше для нас так все город можно больше пока не заходить боевые гномы боевым образом умерли воздушные элементали перекрывающие дорогу а я может хочу вверх все поисследовать что я пока сюда не хочу может быть вас много и вы страшные будете тут на меня еще шипеть воздух пускать так орда чемпионов это серьезно это прям вот серьезно я наверное даже не решусь с ним еще драться хотя монахи на плюс 65 монахов от меня например просто делают ноги есть книжка огня которую стерегут фангармы о а здесь есть крылья ангелов причем у меня уже есть лук может быть в перспективе на этой карте даже собирается артефакт на повышение стрельбы так что пишут на знаке ферма итана морса все налоги уплочены идите куда шли и не возвращайтесь пожалуйста прям 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 не знаю ладно давайте ка поверху пойдем вот не искушаю судьбу лишний раз тем больше вот тут эльфы сидят вдруг они ко мне присоединятся может быть это добренькие эльфы которые не станут в меня стрелять встали ну ладно что поделать придется их немножечко убить опыт опыт нам нужен очень неопытная так ну и сиди здесь жди следующего притока следующей неделе следующего притока юнитов так железные боли мы ну конечно вы конечно железные но стрелы у нас все равно угу го духи в общем уже армия такая действительно можно всех нагибать без потерь причем моя любимая фаза игры если честно вот после кингс баунти сражения вот именно сами по себе сражения героях третьих я не очень люблю потому что в кингс баунти была действительно классная механика можно было не просто вот или ударить или сходить можно было сходить на несколько клеток потом ударить отложить ход в общем там были спецспособности которые применялись на карте действительно в кингс баунти намного богаче все это выглядит так ну что ж читаем дальше двигаясь к своей цели Лиана замечает в кустах странный блеск решает сойти с дороги чтобы посмотреть двинув листья в сторону она видит пригоршню монет недостаточную даже чтобы купить у сапожника новые подметки едва она дотрагивается до них как воздух наполняется нестерпимым холодом снег взлетает с земли лес скрывает непроглядная тьма оттуда из морозной черноты на Лиану смотрят белые мертвые глаза едва она успевает добежать до ставленного войска как ее окружают упыри стоит ли сражаться с мертвецами ну посмотрим сколько их там ну конечно стоит три тысячи монет некоторое количество опыта тут правда есть ограничения на уровень максимум двадцать пятый я уже семнадцатый взял так мистический сад о камушков дали камушки это хорошо тут что-то у дерева пишут что пишут нам у дерева заслуженное чарт дерева медвежьего острова ну мы его пока заслуженно не будем посещать с вампирами разбрались у нас тут за окном дождь пошел причем такой прям мощный дождь возможно даже вам уже в микрофон его слышно нельзя этого исключать это радует потому что жара в москве последние дни стоит просто изматывающая там прям хоть вешайся а вот если наконец-то серьезный дождь пошел значит жить станет намного проще мэрик был близко ли она чувствует его мерзкий запах хотя и понимает что это невозможно до места где высадился враг было еще несколько дней пути на предвкушение расправы играет с воображением юной леди мэрмонс забавные шутки каждый день ли она точит меч каждый день проверяет количество стрел в колчане каждый день заставляет солдат тренироваться и заниматься физическими нагрузками насколько не равны были шансы на победу она не знала и каждый раз просыпаясь она делала все чтобы победить в предстоящем бою это только начало ее войны но и об этом она тоже знать не могла кстати я хочу сказать что Кирилл Илюхин он не одну карту нарисовал по игре престолов это только первая из карт мне он прислал парочку вот я выбрал для игры эту она потому что несколько побыстрее играется хотя и то я повторюсь я сильно рискую по моему не успеть добежать здесь до конца несмотря на низкую сложность так а здесь нам уже нечего искать так пегасы а что здесь пегасы делают давайте их просто побьем так вожить орков ну да догнать получить опыт что-то стало холодать не переехать ли в Крым а ну действительно стало холодать видимо это земли белых ходоков и здесь неподалеку расположился тот самый замок который нам советуют не брать создатель карты так ну здесь какая-то очень хилая охрана которая стережет ненавистные артефакты деньги я не хочу чтобы у меня слетали бонусы удачи я очень люблю удачу а ребята кристаллическая шахта мы ее нашли она здесь она здесь к нашим услугам как же это замечательно и прекрасно так ага вижу замок нежити нежити сидит немерено Я, наверное, туда не пойду Что я там забыл? Что я там не видел? Так, вот гоблинов побить Это за всегда пожалуйста Ух ты Какие мы шустрые стали с чародеями Ага, да И тут еще у нас начинают отъедать Видимо там стоит воль тьмы Мешает нам видеть Что что вокруг происходит Нет, ну нельзя же так Нельзя же так напарываться на горгон Лучничками, лучничками Все, замечательно, расстреляли О, здесь еще Еще шахта Наконец-то у нас вроде не будет проблем с ресурсами У нас в принципе-то их сейчас хуже может особо и не быть Так, опыт Деньги есть Нужен опыт А жили морского пути Ну тут хватает, конечно, воды Может пригодится Опа Малой кровью Ну, кстати, да Такой сброд здесь сидел Мне даже боевой дух подняли За то, что я их наказал Так, у нас тут месяц шмеля Так, здесь дендроиды Ну, типа, да Давайте захватим Как назло, второе хребо не дает Видимо, они нежить У меня боевой дух пониже Наверное, делаю это Ну ладно Двух мы потеряли Так Стал у нас 19 уровень Экспертное нападение О Еще какой-то склепик О, кстати, руны Руны это хорошая Удачу противников уменьшают на 1 И это полезно Так, куда бы нам идти Теперь вниз или вверх Может попробовать все-таки этот замок отбить Уж больно меня бесит То, что у нас все время карта закрывается Прям вот Раздражает Сил никаких нету Так, немножко чемпионы Сфера запрещения Ну, не знаю Как-то даже не знаю Нужна ли она нам Рам лояльности Так Что тут напишется Замок Хладный лес Вид у него довольно мрачный Наверное, тут теперь живут ходоки А, ходоки не живут Тоже логичное замещение Давайте попробуем Сделать этот замок Если потери будут не очень большие Будет хорошо Если очень большие То, ну, его Пень у потери страшенны и там просто до ты скажешь из самых ходоков мы реально взять можем спору нет но только чё-то как-то это будет очень больно мне сдается ух ты ух ты просто ух ты так еще группами тут не стоит собираться большими чудесно-то как их так сколько у него жизни 74 135 открыли ворот так дракошек прижали о по что 25 добить 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 12 9 ну кстати вот это немного это прям реально немного более что мы тут получаем целый уровень избавляемся от мерзкого и воздражающего рынок есть можно гильдию построить так тебя мудрость то есть а мудрость у нее нету больше третьего уровня на заклинание учить не умеет ну все хорошо побили никто тут особо мешаться не будет так крестоносцы бегите пока не поздно шлем череп есть давайте возьмем шлем череп можно выключить было заклинание четвертого скуп у меня еще времени две минуты серьезно вот вот мы не успеем до пройти карту да наверное ладно давайте попробуем но это как-то растягивать удовольствие понимаешь что круто но так ладно давайте я а мне нужно сейчас что сначала будет квестовую квестовую палатку взять чтобы разобраться с этим замком не я конечно не успею ну ладно я предполагал такой исход раз уж наше время заканчивается может быть действительно попробуем все еще раз да пройти хотя это ну не знаю не очень хороший такой момент ругаешь тебя да нет а зачем мне тебя ругать ты хороший просто обстоятельства такие ладно давайте сохранимся если вдруг по какой-то причине у меня за следующий раз будет более-менее нормальное количество времени давайте попробуем с очень раз да пройти что ж новости вам всем рассказал уже в общем то это кроме одной единственный которую надо бы рассказать собственно новость следующая наконец-то в экранизации с подземельями драконами разобрались с вопросом авторских прав проект сдвинулся то есть все можно ожидать что экранизация действительно будет и к ней потому что ну прошла прошла экранизация культовой настолки она ну мягко говоря многим не понравилось хотя я смотрел фильм в детстве в детстве мне ужасно нравился там были забавные герои там были интересные приключения почти как в индиане джонсе вот хотя конечно сейчас этот фильм он действительно кажется очень трешовым ну плюс там был были весьма колоритные злодеи которые сейчас выглядят очень смешно в принципе фильм во многом настолько плохо получился что этим даже хорош то есть его стоит взглянуть ради этого но новая экранизация подземельями дракона безусловно нужна и вот она будет и ее будет ставить роб леттерман который вы можете помнить например из последнего работы это недавние ужастики вот такой не самый плохой фильм по целой серии книжек таких подростковых типа хорроров веселых так что ждем ждем глядишь получится что-нибудь веселое в конце концов какой веселый режиссер и какая веселая у нас перед этим была предыдущая экранизация а этого персонажа кстати про которого вот в чате пишу что у него аж губы посинели это домодар синегубой уж не знаю какое отношение классической dnd он имеет но фильме это довольно колоритный злодей вот большое спасибо за внимание жаль что не хватило мне вот времени на то чтобы замечательную карту от кирилла добежать до конца в принципе тут у нас вот сюда еще надо на остров сплавать вот здесь вот крестовую стражу вскрыть и вот тогда только после этого можно сюда вот идти в эту область и здесь разбираться пробовать разобраться с нашим противником если в следующий раз у меня получится я доиграю тогда карту если будет хватать времени ну что ж большое спасибо за внимание рад был снова с вами увидится пообщаться поделиться своими мыслями поделиться новостями хотя новостей сейчас конечно заметно меньше чем обычно но все-таки лето и то что в общем не все проходит мой отбор все спасибо за внимание до новых встреч хорошего вам дня всего доброго